Иваново – город молодых. В один голос говорили участники вечернего прокрутона. Это на их сленге означает публичное огненное выступление. Молодые люди уже не первый раз собираются на центральной площади нашего города, но этот оказался особенным. Фаерщики, музыканты, танцоры и просто творческие люди устроили импровизированное шоу в благотворительных целях. Благодаря вот такому человеку со шляпой все желающие могли помочь ребятам из детского дома поселка Чернце получить долгожданные велосипеды. Идея такой акции пришлась по нраву многим участникам. В будущем люди должны больше сюда приходить и больше вкладывать свои силы, помогать, поддерживать. Потому что дети нуждаются в нашей поддержке на самом деле и от нас ничего не отбудет, если мы один вечер уделим именно этому мероприятию. Тем более это приятно и красиво. Для многих, кто пришел сюда в качестве зрителей, было важно просто увидеть своих друзей, провести время так, как они привыкли. По мне это большая реклама субкультуры Ивановской, которой сейчас у нас не хватает Ивановой. Хотя бы часть, частичка какая-то субкультурами появляется. Это очень хорошо. Эти люди твердо убеждены, что быть молодым – это значит быть еще и талантливым. И у нас в городе молодежь именно такая. Она очень увлеченная, она занимается различными видами не только спорта, а и искусства. И то, что вот эти сборы происходят гораздо чаще, это радует, что вообще разносторонние люди, они объединяются. И ты всегда не можешь не радовать. У нас сейчас, собственно, все и регулирует молодежь. Очень многое зависит от молодежи, поэтому куда молодежь движется, туда и, собственно, все общество движется. Но, к сожалению, как выяснилось, через 40 минут проведения этой творческой тусовки, несогласованность мероприятия с вышестоящими органами влечет за собой его скорейшее завершение. И в каких бы благотворительных целях оно не проходило. Интересно, что основные претензии со стороны Страж правопорядка заключались даже не столько в несанкционированности проведения подобного действия, сколько в несоблюдении правил пожарной безопасности. Поговаривайте с пожарной охраной, вам выделят место, чтобы присутствовала машина пожарной охраны, пожалуйста. Насчет ожогня вообще никакого вопроса нет, если его задушить. Все вопросы решаются, чтобы не было никаких у нас интеллект. Всего за час проведения благотворительной акции было собрано около 8 тысяч рублей, а также много полезных вещей, игрушек и книг. Все они пойдут в детский дом поселка Чернце в качестве такого вот несанкционированного и ни с кем не согласованного пожертвования молодых ребят. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.